Алло! Добрый, добрый день. Здравствуйте, кто это? Добрый день, здравствуйте. Скажите, вы Сергей Владимирович, верно? Совершенно верно. Кто это? Повтори, вопрос. Я вам представлюсь. Меня зовут Наталья Владимировна. Я вам позвонила из Восточного экспресс-банка, департамента исканий... Очень приятно, Наталья Владимировна. ...по city ANSI. Мне тоже С.В.С. Absolutely путь отдыхать. Департамент целый, ой-ой-ой. Я вас слушаю. Угу. Сергей Владимирович, позвонил я вам по поводу вашей кредитной карты ЛАЙС. Вы на данный момент 13 дней задерживаете платеж. Уточните, в чем причина задержки, то есть же. Ой, да денежки нужны на другие цели, Новый год на носу, как бы так. Так, еще раз, вы точите, а уточните, на работе задерживаете зарплату или что-то случилось? Ничего, к четвертой матери не задерживать, наоборот, премию дают, слава богу, всегда. Так, а почему тогда вы не выплачиваете вовремя? А, душа, я может быть не ясно, у меня такой говор, это один из вариантов. Или второй, вы не даете себе возможности меня услышать. Я же вам сказал сразу же. Вы же понимаете, есть Новый год, надо отметить как следует собрались в горы с семьей, деньги. Каждая копеечка на счету. Да, Сергей Владимирович, каждая копеечка на счету, а там же, да, вам нужно будет произвести платеж в обязательном порядке. Потище, потище, не теряйте. Пожалуйста, душа моя, вы ставьте паузы между словами. Я не могу, я не разбираю вас. В противном случае нас не получится. Отлично, спасибо за понимание. Специально для вас буду говорить медленно. Так, пойдет? Да, пойдет, но только вы слова не растягивайте, боже упаси. Просто говорите обыкновенно, но паузы между словами допускайте, и все будет хорошо. Сергей Владимирович, паузы между словами я допускаю, естественно, естественно, да, мы с вами будем регулировать вопрос по вашей задолженности. Сейчас, на данный момент, так как 13 дней у вас продолжается просроченная задолженность, вам нужно будет урегулировать вопрос по оплате. Сумма задолженности, подскажите мне, пожалуйста. У меня был случай с 13, я жил, мы жили в Дубаях на 13 этаже, тоже жена была против-против, а потом говорит мне, слушай, 13 этаж 11, нам, ну, дали большой бы хороший номер. Вы были в Дубаях хоть раз, это Объединенные Арабские Эмираты? Сергей Владимирович, это к делу не относится, я вам еще раз говорю, сумма вашей задолженности... Волшебное слово стоп меня уносит, я творческая натура. Подождите, да, да, волшебное, волшебное слово стоп. Запомните, да. Вот, значит, да, слушайте внимательно, ну, долго у вас сейчас составляют на данный момент 2500 рублей, и данную сумму нужно вам будет оплатить сегодня либо завтра. В Дубаях завтрак дороже стоило, у них там, знаете, сколько в дряхмах все, дряхмы, ну, это такая единица денежная. Сергей Владимирович, и вот она, это самое, и там получается... Сергей Владимирович, вы для чего так общаетесь, объясните, пожалуйста? Ой, простите, ой, простите. Для того, чтобы увести диалог в сторону? Ни в коем случае, боже упаси, вы же серьезная организация, Восточный Эспресс, вы из Дальнего Востока мне прямо звоните? Нет, Сергей Владимирович, с Москвы я вам звоню. Откуда с Москвы, Восточный... С Москвы я вам звоню, Восточный Экспресс-банк. С Москвы, так с Москвы, подумаешь. Так вот, я вам говорю, жертву больше стоить, чем... Оплата от вас состоится в двухдневный срок, сегодня, либо завтра, 2500 рублей. Нет, нет, я честен всегда, я никогда не лукавлю, не обманываю, а зачем? Так, значит, мы вам регистрируем официальный отказ от исполнения вами ваших кредитных обязательств. Правильно я понимаю? Ну, какая фраза страшная, фиксируйте. И, соответственно, в дальнейшем, в дальнейшем документы вас отправляются в Национальное бюро кредитных историй с негативной информацией о том, что вы халатным образом, ненадлежащим, относитесь к условиям кредитного договора и игнорируете сребление банка. Доктор, не трогайте телефон второй, это эсэмэски поприходит. А я сейчас повторю, повторите, пожалуйста, у меня просто на второй номер, у меня мы купили недавно семерку, этот, айфон седьмой. Ой, такой дульной. Стоит ему разъедиться, включая какие-то эсэмэски приходят от Apple сервера. Приложите, это ваш способ защиты, объясните, пожалуйста. Это ваш способ защиты, но вам это не поможет. Я вам серьезно говорю, вам не поможет, ваш способ защиты, да. От женщины защищаться? Вам способ защиты от банка такой не подойдет, абсолютно. А зачем от банка защищаться? Банк будет с вами решать вопрос принудительно. Нет, вы сейчас просто-напросто словесным своим потоком, да, пытаетесь вести голову в сторону. Я прекрасно понимаю вашу психологию, Сергей Владимирович. Я вам напомню, мы с вами договорились, паузы между словами ставить, вы забыли, наверное. Сергей Владимирович, нет, я абсолютно ничего не забыл, у меня обычная человеческая речь живая. Сергей Владимирович, я вам еще раз говорю, требования банка я до вас довожу, я так понимаю, что в добровольном порядке, мы с вами вопрос не урегулируем, правильно? Вы насилие хотите применить ко мне? Насилие какое-то? Женское насилие. Сергей Владимирович, мы к вам применим меры принудительного характера. О, я один раз был в Японии, у них это было связывание очень популярно. Мне все равно, где вы были, Сергей Владимирович, мне все равно, где вы были. О, я много где был, я могу вам рассказать. На вас, скажите, в каком цирковом училище учились, Сергей Владимирович? Делайте паузы. Вы в каком цирковом училище учились? Не, не учился. Отпеть мне на вопрос. Я не учился в цирковых училищах, не хочу. По вам цирк плачет, Сергей Владимирович, цирк по вам плачет. Спасибо. Это вас не освободит. По вам цирк плачет, Сергей Владимирович, но это вас не освободит. От вас и задолжен, Сергей Владимирович. Ой, какой он захватчик. Итак, мы с вами урегулируем вопрос в ближайшие два дня, сегодня либо завтра. А что значит урегулировать? Вы не ставили паузы слова? Оплату вы производите 2 500 сегодня-завтра. Что за глаголы? Урегулировайте, производите. Вы произведете сегодня либо завтра по данному кризисному договору 2 500 рублей. Да я не волнуюсь, что мне волноваться. Вам надо волноваться. Я точно волнуюсь. Еще не волну получается. Ваш способ урегулирования вопроса абсолютно не корректен. Да ничего не урегулировать. Абсолютно не имеет места. Новый год в горе едет. Сергей Владимирович, 2 500 не будет от вас сегодня-завтра. Не, 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 не. Номер телефона дополнительный контактный. Продиктуйте для связи с вами. Какой номер вам надо диктовать? Дополнительный номер ваш для связи. По буквам просто сказать, да? До-по-л-ни-тель-ный. До свидания, Сергей Владимирович. До свидания. Друзья, заметили, как ее голос с начала, относительно начала диалога этого ролика, ближе ко второй половине изменился, да? С задорного, такого веселого. Думала, ну, видимо, у нее так вот больше всего. То есть они же тестируют свои способы лично для себя. И, видимо, вот такой, ей кажется, способ такой веселый, задорный, такой независимый ни от кого. Что, типа, мне плевать на все, я вот такая жизнеудавшаяся личность. И вот я с вами разговариваю с неудачником. Посмотрите, как мне хорошо, а вам как не очень хорошо. И вот у нее голос, если вы проследите интонации, где-то ко второй половине он уже превратился в такой безгливо кричащий, раздраженный. Максимально она там изо всех сил пытается замаскировать свое раздражение, даже попыталась хихикнуть. Но вот это хихиканье, да, я даже там услышал нотки какого-то всхлипывания, плача. Ну, это моя субъективная такая позиция, мои ощущения субъективные, поэтому вы, может быть, по-другому распознаете ее эмоции. Хотя, в принципе, ее эмоции давным-давно не должны никого не интересовать. Это ее выбор, она его сделала, она пошла на эту работу. В надежде на то, что кто-то ей будет попадаться, тот, кто на ее дешевые трюки сможет, скажем так, среагировать, повестись, что называется. Ну и она, естественно, к моему личному глубокому сожалению, еще у нее работы хватит. Потому что очень много людей, кто, к сожалению, игнорирует наши предложения, игнорирует даже элементарные какие-то попытки стать юридически хоть немножко грамотнее. Потому что очень часто я слышу, вижу в комментариях, в личных беседах со своими клиентами, с потенциальными, с нынешними, просто с людьми интересующимися. А вот, а что, расскажите. И просто говорим, да, ну вот придите на вебинар, и все узнаете. Во всяком случае, очень сильно шагнете вперед. Так вот, я говорю, а потом этот же человек, допустим, обращается, а вот, Дмитрий, а что, а почему? Мы же вас приглашали, мы же видели, что мы вам отправили ссылку на нашем канале в YouTube. А в описании видео могли зайти, посмотреть ссылку на наш вебинар. Ой, я не смог, у меня там на дачу надо было ехать, то-се, вы же понимаете. А потом говорит, мне так тяжело, я бы все сделал для того, чтобы с этой ситуацией выбраться. А элементарно щелкнуть по ссылке в описании нашего видео, ну вот этого ролика, посмотреть расписание и в один прекрасный день просто оказаться у компьютера, да, с наушничками и послушать. Очень полезную информацию, очень важно, в конце концов, развернуть свою жизнь на 180 градусов в обратную сторону и наконец-то увидеть тот свет в конце тоннеля, который вот не является поездом, идущим навстречу, а действительно солнечным светом и снять с себя вот это вот бремя, которое так тянет каждого человека, каждого буквально, кто не хочет разбираться со своей финансовой задачей. То-се, финансово, вот я слышал у одного коллектора фразу смешную, финансовая вялость. Те, кто постоянно слушает наши ролики, вспомнят сейчас. И вот здесь финансово, я бы добавил финансово-интеллектуальная вялость. То-се, у тебя нет денег, у тебя проблемы финансовые, потому что ты вялый интеллектуально. Ты не можешь, у тебя нет энергии просто взять и изменить эту ситуацию. Для тех, кто в принципе намерен сделать тот самый решительный шаг, все-таки сбросить с себя вот это вот все бремя, как я уже сказал, пожалуйста, в описании видео еще раз повторяют. Есть ссылка на наш вебинар, он очень скоро состоится, там действительно очень много полезной информации. Уж точно лишнее не будет. И время вы потратите с пользой, это уж точно. Также те, кто уже просто не в силах ждать, можете обратиться к высококлассным юристам нашей компании. Мы вас будем защищать уже хоть завтра. Посмотрите, пройдите по ссылочке тоже в описании видео на наш официальный сайт и обязательно посмотрите на этом сайте видео, чтобы у вас очень многие вопросы отпали, вы увереннее стали себя чувствовать, вы начнете понимать, что мы для вас будем делать. Кстати говоря, сколько это стоит, вы тоже там внимательно будете смотреть видео на сайте, на нашем официальном, вы все поймете и у вас в этих вопросах не возникнет. Ну и ссылочка на нашу группу ВКонтакте, все ролики там бублируются, нужно ее повторять. Кому удобнее в соцсети ВКонтакте следить за нашим творчеством, пожалуйста, ссылочка есть, вступайте. Ну и подписывайтесь на наш канал в YouTube, передавайте друзьям, знакомым, тем самым вы ему очень многим поможете. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алиам. До свидания.